Всем привет, с вами RedSprout и сегодня мы поговорим об улучшениях для оружия в игре Dying Light. В игре большое количество оружия и особенно холодного. Различные дубины, катаны, ножи, топоры и так далее. В общем есть из чего выбрать. Но что если вам этого мало? Что если вы нашли отличную убер палку с хорошими характеристиками, но хотите сделать ее еще лучше? Именно в таких случаях будут к месту так называемые улучшения. Они позволят вашей дубине наносить еще больше урона. Чем реже оружие, тем больше у него слотов под улучшения. Апгрейдов, как и в случае с оружием, огромное количество видов. Улучшения делятся на две группы. Первые это модификаторы, которые вставляются в специальные ячейки оружия. Чем выше редкость оружия, тем больше ячеек. Модификаторы улучшают одну или несколько характеристик сразу, а именно урон, прочность или обращение. Если с прочностью и уроном все понятно, то про обращение стоит пояснить. Эта характеристика увеличивает скорость взмаха оружием. Другими словами, это своего рода скорость атаки. Чем более редкий модификатор вы найдете, тем больше уровней характеристик он добавляет. К примеру, такое улучшение как убийца имеет серый цвет и добавляет всего один уровень к обращению. А вот кликер оранжевого цвета и добавляет сразу по два уровня к урону, обращению и прочности. Само собой, что кликер намного лучше, но и попадается он намного реже. А если учесть то, что мод из оружия уже нельзя вытащить, то использовать редкие модификаторы стоит с умом. Для установки модификации в оружие достаточно выделить нужную дубину и нажать F6. Далее выбираем ячейку и модификацию. Вторая группа это улучшение оружия путем добавления к нему эффектов. Представители таких улучшений отличаются как уровнем эффекта, так и самими эффектами. Эффекты бывают шести видов. Контузия, огонь, электричество, кровотечение, яд и заморозка. В случае с такими улучшениями понятие редкости тоже никто не отменял. Соответственно, чем выше редкость, тем круче будет апгрейд. Сила эффекта также не везде одинакова. Уровень эффекта может быть единицей, двойкой или тройкой. Чем выше число, тем лучше. Большая часть улучшений дают сразу несколько эффектов. Например, электропила бьет током и вызывает кровотечение. Также стоит понимать, что прицепить к примеру отравитель на биту не получится, так как есть ограничения в виде оружия для каждого улучшения. Отравитель можно нацепить только на двуручный меч, серп и хапеш. А для бита придется использовать что-то другое. Эти улучшения могут быть созданы игроком, в отличие от модификаций, которые ставятся в ячейки. То есть вы находите чертеж и в дальнейшем сможете крафтить его сколько угодно раз. Такие чертежи могут продаваться у торговцев, могут быть спрятаны на локации в каком-нибудь укромном месте, а могут быть наградой за выполненный квест или убийство монстра. Для того, чтобы добавить эффект определенному оружию, просто выделяем его и жмем клавишу F7. Перед вами появится список улучшений, которые вы можете применить к данному типу оружия. На этом с основной информацией все. Пора переходить к конкретным примерам апгрейдов и к способам их получения. Начнем с модификаторов для ячеек оружия. Всего их более 20 штук. Вот полный список с характеристиками. По таблице видно, что лучшие модификаторы это кликер и король. Но получить их не так-то и просто, из-за их редкости. Для получения менее редких модификаций советую взламывать полицейские машины. Причем не только фургоны, но и седаны. Второй способ получения это помогать выжившим и проходить задания. Также иногда можно получить модификаторы при обыске обычных зомби или внутри ящиков. Какие-то особые рекомендации по фарму дать тяжело. Тут больше дело везения, но некоторые уловки все же есть. Я точно знаю, что при убийстве редких монстров в дополнении The Following вам частенько будет выпадать оранжевая модификация Король. Что наводит на мысль, что чем сильнее зомби, тем выше шанс получить что-то редкое. Также в старом городе за выполнение задания фан-зона вы тоже можете получить данное улучшение. Задание берется вот у этого мужичка на основной базе в виде двух высоток. Во время выполнения задания, как только вы расправитесь с душегубом, его стоит сразу же обыскать и забрать модификацию. После чего моментально выходите в главное меню и загружайте игру по новой. Прошлое улучшение у вас останется, а вы окажетесь в самом начале миссии и сможете вновь покарать окаянного и забрать уже вторую модификацию. Так можно делать до бесконечности, тем самым получая все больше улучшений Король. Есть еще один вариант и он более честный. Это прохождение тюрьмы Харана и вскрытие там особых ящиков. Теперь еще немного поговорим про улучшение оружия с эффектами. Список таких улучшений намного больше. Всего их более 90 штук. Описывать все я не буду, так как их слишком много, но постараюсь рассказать про самые интересные и доступные. Основная их задача это увеличение наносимого урона. Кроме того, они позволяют временно вывести противника из строя. При попадании отравленным оружием с небольшим шансом на зомби может нахлынуть приступ тошноты, после чего сам мозгоед будет испускать зеленоватое облако. При поджигании противника те иногда начинают размахивать руками, пытаясь потушить огонь. Но лучше всего действуют контузия, электричество и заморозка. Оружие с улучшением на контузию временами буквально отшвыривает от вас противников. Причем совершенно не важно, что у вас в руках. Огромный молот или маленький перочинный нож. Если вы наносите удары с улучшением на электричество, то это дает шанс поразить зомби разрядом тока. Во время такого разряда зомби не могут удержаться на ногах и падают, дергаясь в конвульсиях, тем самым становясь легкой жертвой. Заморозка в сеттинге игры выглядит немного странно и нереалистично. Если вы ударите врага, то есть шанс, что он превратится в ледышку. Двигаться он не сможет и будет стоять в одной позе несколько секунд, после чего также моментально оттает и продолжит атаку. Естественно дожидаться разморозки не стоит, нужно пользоваться моментом и атаковать. Если вы собрались тряхнуть током или поджечь к примеру вот такого крепыша, то боюсь вас разочаровать. Он не загорится и не упадет под силой разряда тока. Также если вы надеетесь, что травив кусаку он позже умрет от еда, то такому не бывать. Пусть он и будет испускать зеленоватый дым, но по всей видимости никаких неудобств это ему не доставляет. Есть еще огонь. Зомби пока объяты пламенем, получают урон и могут откинуться. Но дело в том, что после поджигания они не горят вечно. Спустя небольшой промежуток времени они потухают. Лично мне больше всего нравится улучшение с несколькими эффектами. Например меч ангела. Он и поджарит, и заодно шибанет током. Тем самым нанося дополнительный урон и выводя противников из боя. Кстати важно помнить, что подобные улучшения можно применить к оружию лишь один раз. Другими словами, если вы захотите изменить уже наложенный эффект, то у вас ничего не получится. Теперь наконец переходим к конкретным чертежам улучшений и к способам их получения. Для начала рассмотрим самые простые зеленые чертежи улучшений. А именно мощная подача, гиена, ключ Бенджамина Франклина, супер кровопускатель и отравленный дротик. Каждый из этих чертежей позволит крафтить улучшения с первым уровнем эффекта. Эффект тоже будет на каждом улучшении только один. Но на всех этих улучшениях он разный. Для комплекта не хватает только заморозки. Все эти чертежи просто покупаются у торговца. Также они применяются к любому холодному оружию. Крафт этих апгрейдов тоже не заставит вас напрягаться. Необходимо минимальное количество достаточно простых ресурсов. Оранжевое улучшение Яд Бегуна. Накладывает сильный отравляющий эффект третьего уровня на любое холодное оружие. Чертеж получить довольно легко. Достаточно выполнить сюжетный квест у Доктора Зеры почти в самом начале игры. Фиолетовое улучшение Светомузыка. Пусть имеет и слабый, но сразу двойной эффект электричество и поджигание. Достать чертеж просто. Достаточно отправиться к вот этой точке на карте и найти автобус на мосту. В передней части автобуса будет лежать чертеж. К сожалению, нацепить такое улучшение можно лишь на малопопулярные виды оружия. Некоторые улучшения имеют очень оригинальные названия и описания. Как например вот это. Для получения этого чертежа придется забраться на самую верхушку моста. Для тех, кто не знает, мост на карте находится вот здесь. На улучшении вновь два слабых эффекта первого уровня. Но на этот раз вместо поджигания яд. Список подходящего оружия хоть и больше, но все равно мало кто бегает с разводными ключами и лопатами. Во дворе рядом с основным убежищем в локации трущобы частенько ошивается вот такой тип в медицинской маске. Если вы поможете этому горе рыбаку добраться до домика, который находится недалеко от моря, то получите чертеж под названием К черту. Это улучшение добавит вашему ножу средний эффект контузии. Если вы любитель бейсбольных бит и огня, то достаточно отойти немного от основной базы на юг. Там будет стоять вот такая фура, а на крыше прицепа в ящике будет лежать чертеж улучшение под названием ДАТЬ ПРИКУРИТЬ. Это улучшение на второй уровень поджигания. За более крутыми чертежами придется отправляться в другие локации, например в старый город. Идем вот в эту область на карте. Внутри желтого фургона в слегка подтопленном тоннеле будет лежать чертеж улучшения ЯДОВИТАЯ ЖАДКА. Он подходит для большинства популярных видов оружия и накладывает эффекты кровотечения и яда второго уровня. Теперь отправляемся за улучшением под названием ВСЕ В ОДНОМ. Его можно найти вот по этой точке на карте. Прибыв в указанное место вы увидите башню, на вершине которой и будет чертеж. Улучшение добавит вашему оружию эффекты яда и электричества второго уровня. Не нравятся эффекты яда? Тогда вам вот сюда. Внутри здания банка на первом этаже на одной из бочек будет лежать чертеж улучшения 3 в 1. Несмотря на название, эффектов всего два. Кровотечение и электричество. Ну а если вы фанат заморозки, то придется отправляться в локацию пригород. К сожалению улучшения на заморозку встречаются только тут. Причем кроме заморозки первого уровня других эффектов не будет. Приведу пару примеров. Чертеж под названием Мороженое для Серпов и Тесаков. Ищем на карте вот это место. Это здание небольшого магазина. На одном из стеллажей среди газет и журналов будет лежать чертеж. За чертежом под названием Кусачий Мороз нужно забраться на одну из вышек. Вот точка на карте, где стоит та самая вышка. Это улучшение подойдет для ножей и клинков. Ну а если вам больше нравятся биты, то вам на заброшенную ферму, которая находится вот здесь. Внутри нужно найти стол, на краю которого будет лежать чертеж под названием Мерзлая палка. Описание чертежа гласит, что улучшение добавит крепкости вашей палке. Не бойтесь, от холода она меньше не станет. В этом видео я рассказал далеко не про все чертежи, так как это заняло бы слишком много времени. Если вашего любимого улучшения не было в этом видео, то напишите про него в комментариях. Ну а на этом у меня все. С вами был RedSprout. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok